всем привет 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 с этой стороны с моего сериала просто мария и сегодня 2135 серия нашего чудесного сериала и с вами говорящая голова и так вечер кажется хорошим выпила таблетки четко пью хочу допить уже те таблетки которые в упаковке потому что мне уже задолбало покупать таблетки день попить выбрасывать их короче вроде они ничего идут думают тем более они там должны как бы выводить из печени всякого это ну в общем но я вам скажу одно я не читала инструкцию потому что если я почитаю инструкцию я даже говорила знаю но все равно если я почитаю я залезу побочные аффекты и все из пропадет я перестану их пить там обычно пишут много страшных вещей которых я не могу воспринимать поэтому адекватно все страшные вещи воспринимаю с испугом и поэтому я почитаю инструкцию когда я уже их допью тогда уже короче я почитаю потому что все равно же я уже начала и не хочу бросать на пол пути потому что ну бывает такое что лечение все насмарку тем более шоу она же помогло мне реально же помогло была же температура кстати я вечером не меряло температуру можно принципе еще померять смотрела видео он до градусника далеко тянутся они вот недалеко вот тут у меня тут рядом смотрела видео ладно щас померяем вроде нету но кто узнал было последний раз 36 и 5 смотрела это иммигрант в лох по моему да там парень в америку уехал но он готовился он восемь раз играл green карту выиграл green карту и короче в америке приехал но уже давно так он это показывал там чикаго есть все таки вот хочу я поехать вами но хочу хотя бы туристам побывать в америке побывать таких городах как нью-йорк чикаго может еще какой сан-франциско лос-анджелес но вот эти вот ну хотелось бы конечно конечно это очень все было бы накладно если все эти города но больше все мне тянет чикаго знаете когда я смотрела это видео не еще раз пришла мысль что каждый город это как ассоциируется мне с человеком и чикаго мне напоминает такого мафиози а который в прошлом был таким крутым а сейчас просто уже такой старичок который еще может тряхнуть стариной но в принципе уже все ну это так просто ассоциация так вот рассказывает этот иммигрант шоу в центре в основном вся жизнь стоит немного отъехать от центра и уже короче получается шоу какие-то полу старые дома там и ржавые мосты ну то есть такое то есть вот это мне и ассоциируется с тем человек но с человеком который прошлом был крутым а внутри уже стоит старик старик типа центр более выглащенный ну типа чтобы с виду как бы казалось крутым окраины и все остальные районы так себе вот такие мысли потом еще смотрела там видео этих полька девушка дочка ее и маленькая девочка и муж американин америка нет аду очень хорошо разговаривать на польском потому что они уже там ну я так понимаю лет 5 наверно женаты он очень хорошо разговаривают и это не то рассказывают там сейчас они где-то грейцы по моему да они в греции на отдыхе ну так интересно послушать вообще интересно слушать ради языка я очень много там прочитаю на польском и слушаю конечно говорить я столько много не могу потому что нету среды этой но я много слушаю и я надеюсь что когда я буду учиться если все бы пойдет как надо то я буду более-менее схватывать на слух слова потому что важно уловить уловить эту этот язык уловить и чтоб все слова схватывать потому что как бы ты не учил но тем более если не находиться среде и учить то но сложновато но все равно она не безрезультатно но я считаю что учить не стоит там типа с репетитором и все такое это все неправда потому что если ты не будешь учить не с репетитором ты вообще не бельмес а так ты ухватываешь базу и никто не говорит что ты будешь знать язык с помощью репетитора прям так как это ну 36 и 5 показывает ну еще подержу немного но я думаю если она есть то она набегает многое мгновенно я думаю все нормально уже ну в общем если короче не учить то и знать не будешь я вспоминаю себя когда я только поехала в польшу я там пару месяцев попыталась ну что-то там позанималась но это было совсем так школе там и вообще мне не ну я потом сравнилась с преподавателями и я поняла что это вообще было не обучение это так типа трата времени и денег при том не дешево было еще и подорожало за месяц уже подорожало плен уже короче все уже выше сразу цена стала ну то есть принцип работы школ схватить на первое месяц а потом повышать повышать и повышать оплату это все равно это мне кое-что дало и я уже мало там цифры знать там какие буквы и могла просчитать немного могла что-то бегнуть пару слов то я считала себя уже немного знаю хотя помню в магазине я не смогла даже ну короче стояла в очереди я и мужчина за мной и я люблю вот на супермаркете после работы на складе люблю так ровненько вылаживать товар и один поляка сделал комплимент чтоб они так в одно поукладала а я не могла ему даже ничего сказать я не знала что ответить у меня даже сейчас бы я уже точно с ним поговорим потому что и уже было такой момент я уже я сейчас была в Варшаве я говорила со всеми с кем только пересекалась я столько говорила что мне хотелось говорить а я не могла тогда ему даже ничего сказать просто там пыталась улыбнуться и все ну он думает странная какая-то явно иммигрантка ну и а потом еще продавец мне это что-то сказал что-то надо было мне сказать две а я сказать живи вместо это потом начала смеяться сама и он начал смеяться по две вместо два сказала дверь двери а потом ой ой а потом еще он сказал надо чипа не хочет рыбку потребую или а рекламовку я кажу но на английском он дает же я но но не он же просто думает но это ж да на польском а на английском но это не ой на английском ну да ну короче то есть насколько насколько был слабый слабое знание вообще я живу решила заходы вообще все изменилось вообще как открылась как будто это страничка открылась то была закрыта но тебе казалось приоткрытая ты казалось что ты что-то там видишь даже подает а потом когда она открылась ты думаешь ничего себе так я вообще ничего не могла а сейчас я могу читать спокойно понимать смысл и слушать и процентов ну смотря как кто говорит если говорить четко и хорошо то все наверное 95 процентов понимает если четко и хорошо а если быстро и и так то что я могу понимать если в таком быстром этом темпе но смысл улавливается смысл ну короче ну 36 и 6 отлично все таки я не были не перестаю удивляться шоу врач врач правильно диагностировала у меня это проблему то для меня просто тяжело тяжело принял поверить что так бывает потому что я всегда я сколько я не лечилась я всегда сама лечилась но в смысле старалась ну сама знать а тут прям ну тут я просто растерялась мне такого никогда не было я даже не могла представить что так может быть что можно взять вот так вот и чем-то так травануться шоу все таки у меня подозрение что это не не только сосиски все таки в воде что-то потому что много воды выпила все тоже пили но немного не пили так ну впрочем не знаю может быть и сосиски потому что подозрительная акция была еще на них появилась не знаю я как бывает как в тумане покупаю что-то я уже это заметила а потом не хочу короче это потом получается что я купила что-то просрочен как-то странно но видимо так должно быть не знаю периодически в общем день пролетел незаметно вообще только проснулся уже чуху день вот сейчас сентябрь пошел дни как-то быстро пошли просто и даже не успеваю понять что это с утра мне такой нервоз был я тут короче искала джинсы давай перерыла все чемодане вот так вот теперь по-новому складывать но она в принципе горой лежит поэтому не несложно сложить но я еще думаю можно перебрать такое чего выгрузить потому что нафига мне столько барахла которого носить точно не буду наверно не знаю даже выгрузит а отправить все к маме пускай там валяется ну допустим там есть такой халат уже ему сколько ему с четырнадцатого года я купила когда больницу когда операцию делали я пошла купила халат чтобы в больнице ходить пижаму и халат ну не знаю он такой уже как бы неужели я буду там его носить мне кажется они мне кажется что я дома это ж не то что я сама буду снимать квартиру будут люди поэтому я всегда буду ходить в какой-то футболке в штанах и обязательно в лифчике то дома можно когда сама то можно как угодно в этом халате тоже надо это он там первых в общем я не знаю там половину короче надо выгрузить и оставить и забыть пошел и зачем то барахлишко тянутся за собой лишь бы только волочить короче надо перебрать но с другой стороны я так могут перебрать а потом думать чё я не взяла то чего я не это в общем а у меня еще состояние разрыхленности потому что у меня не сорганизована еще часть большая принц но принципе много я что сделала я во первых взяла выписку по счету движение по счету это важная справка главное что дай до меня пришло эта информация постепенно а то я могла ее не взять ну я взял взяла другие там справки а эту бы я могла и не брать я бы не знала что и именно такая надо это все пришлось постепенно откуда-то информация ну в общем и я сделала фотографии на карту побыта никома сделала ксерокопии сделала все которые хотела я сделала резюме сегодня я все таки его сделать только я еще хочу на резюме оказывается все но посмотрела там пример резюме так там вот так вот с улыбкой но фотография на белом фоне такая красивая четкая ну то шоу примеров там было и женщины мужчины нос улыбка не с такой хмурым лицом то есть наверное на резюме можно улыбаться я так понимаю поэтому я хочу еще сходить к уме пускай она мне сфоткает на белом фоне качественное фото но в электронном варианте чтобы его могла прикреплять потому что мне не нравится то хмуро выражение лица которая на карту побыта если все будут присылают такие улыбчивые лица я отправлю а просто любительская фотка может не подойти потому что они могут потом я же не знаю куда будут там отправлять не могут потом бэджик делать эту фотку вылеплять либо на документ куда-то но и в общем не представляю куда но улыбаются все так ну только и голову не на пока ровненько голову на белом фоне типа вот такая у меня есть зубы я улыбаю я улыбаться могу мне красивая улыбка но типа того так же я сделаю резюме и подбила его под массажист все честно написала все я так не люблю вот это короче при приукрашивать потому что я потом по-любому запутаюсь если я приукрашу что-то я в любом случае да и смысла нет если у меня такой опыт значит такой все я то не умею меня научить если вы согласны мне научить знать берите не согласны не надо ну то есть так принципе нормально да я хочу многому научиться да мне нравится делать там все написано как делать вообще просто на поиском написано я даже не переводила так прикольно что я даже не переводила то что ну там вот идут пункты фамилия имя там год рождения ну это знание языков короче потом напишите свои преимущества напишите там ну эти все закон в общем образование которое ты получал потом напишите свои почему вы хотите быть в этой профессии я все честно написала потому что мне нравится но писала я конечно через переводчик в смысле я загоняла просто переводчик на русском и потом читала уже шо польская мне выдавала если по смыслу меня устраивало потому что так то я могу понять но принципе переводчик отлично пишет google может он конечно коряво так в принципе я бы лучше тоже не написала по крайней мере там со всеми вот этими хвостиками потому что я шрифтом не умею пользоваться абсолютно я вот эти хвостики эти это конечно тяжело для меня все вот этим переводчиком написала поставляла и короче сделала его нужно отредактировать потом подогнать под короче подогнать под любую профессию просто в этой я подогнала под массажиста можно его подогнать под продавца либо под до работника короче можно сделать это теперь я уже поняла как делать при том есть бесплатный этот конструктор резюме на сайте не про цапа и опрацуй пл потому что их так стоком много сайтов есть про цепила есть про цепы это два разных сайта я на том и на том зарегистрировалась ну короче подогнала его и теперь уже могу его и распечатать могу его короче в электронном варианте скорее всего в электронном варианте буду отправлять по поводу работающим единственное что у меня номер телефона проблема ну нет уже его по моему по моему и лучше кому-то другому но там такие же законы там в это у польши и других странах 6 не пользуешься то его куда-то продают уже дальше но если не пополняешь это не то что у нас никто ничего не это удобно а у меня банковская карта прикреплена к этому номеру то есть теперь надо идти в банк менять короче номер телефона в общем ну с другой стороны даже лучше если так ну в любом случае я хочу поехать и зайти спросить может можно его восстановить но если ну в смысле если бы никто не купил ну я не думаю что вы никто не купил за год уже 300 раз его купили и и снова несколько владельцы это в россии точно так же знаю ну короче шо еще больше ничего так ну то есть у меня уже принципе подготовлена все единство там не заполнена анкета на карта побыта карту побыта но так анкету заполнить я уже могу на месте потому что у меня во первых там надо вписать адрес прописки и обязательного должен быть там где ты живешь потому что придут проверять стражи ограничить потом адреса нету потом что-то еще там надо в общем там ничего такого сложно вообще простейшая анкета но все равно надо иметь некоторые эти данные в общем буду делать уже возможно даже шоу на месте потому что вы были все множе документы ну и у меня ощущение то страховки буду на месте тогда будет ясно за страховку что там с ней ну вообще на сайте написано что школа предоставляет страховку но одна девочка мне говорит что только до 26 лет я думаю ну как же до 26 если у них написано всем ученикам школы в общем это надо уже с нам узнавать потом я надеюсь что всем ученикам предоставляется страховка потому что так страх страховой этой ну не на по работе а просто так по моему нельзя купить страховку вообще я толком еще тоже не знаю ну вот это мне хуже всего вот это ожидание мне сказать кто говорит что будет у кого середине занятия у всех же по-разному каждом же городе свое у кого короче 20 кто 20 кто говорит 29 в общем вообще не знаешь когда она будет ну только остается заглядывать на сайт и смотреть я уже плена там дырку продала пара тра протерла на этом сайте смотревши а все нету и нету этой информации ну короче как то будет поэтому дни летят быстро потому что сегодня занималась но резюме это создавала и психовала и это потому что создала она не прикрепился регион ну варшава не прикрепилась резюме потому что в основном профиле у меня написано гданск я изначально там что-то зарегистрировалась я не знала где я буду жить но в тот момент я думала о гданске а потом передумала а потом я уже в настройки зашла изменила тот город на варшаву потом короче уже в анкете подтянулась варшава ну и так уже это приловчилась принципе ничего сложного ну то есть и удобно конструктор тем что там себе уже выдает графы ты выбираешь дизайн как она будет тебе со всеми таблицами схемами подчеркивания и опять же единственно наш у меня нету номера телефона если я буду то есть не уже когда будет номер телефона адрес мой тогда уже можно будет эти документы ну как бы подгонять вот эту анкету на карту побыта и резюме тогда уже можно а без номера телефона или с украинским смысл его делать кто будет на этот номер звонить вообще не представляю никто не но если бы я чисто работу искала вот так вот и многие ищут из дома отправлять резюме им звонят да есть принципе тут ничего такого нету потом можно связаться по видео или приехать на собеседование но так как я уже собираюсь на учебу то а и там еще резюме выбираешь студенческая и тогда в конце там указываешь что ты учишься еще и в конце пишет что если есть студентка еще но я уже сразу его типа написавшие студентка думаю а там дальше уже будет надеюсь ну короче будем смотреть будем как-то что-то делать по чуть-чуть просто я уже поняла в любом деле надо просто меленькими меленькими шажа шажа шажочками по чуть-чуть по чуть-чуть а много все не получится сразу чтоб сразу тебе все тут еще мне потом надо хозяйки говоришь свежа так не люблю вот эти моменты переломные ну то в принципе ничего страшного то я уже буду говорить когда у меня уже будет чемоданы стоять и уже короче я уже буду знать что у меня это билеты все на руках и везде все забронировано кстати нашла комнаты на arbnb в варшаве было ну и каждый день смотрю просто чтобы ориентироваться и добавляя себе в избранные комнаты и смотрю у тока у тех супер хостел супер не супер хозяеву типа потому что можно так попасть что тоже надо отзывы читать обязательно так смотрела было за 39 плн в сутки комната ну то есть жилье в шоу нас шоу больше одинаково по ценам цены это просто офигеваешь есть койко место за 600 злотых есть комната за пятьсот пятьдесят целое ну я не знаю кешь там конечно условия но все равно то есть есть койко мест то и за 700 я может редко встречала но 600 я считаю что койко место это 400 злотых не больше на мой взгляд но уходи вас считают по-другому потом есть комнаты от 500 злотых одноместные да есть 1000 1200 1500 за комнату ну ты больше 1500 я не встречала комнаты потому что уже ну 1500 за комнату то вообще ну блин ну идиотизм какой-то такие денжище за комнату отдавать самая такая популярная цена за комнату это 800 злотых это такая популярная что ты найдешь его хоть по поезжать их комнат за 800 злотых но тут еще может быть оплаты там 150 злотых коммунальные ну и этот так кауте кауте из ворот на то есть много очень много есть так скрипя скрипят тяжело конечно ну найти чтобы было там 700 и плюс там оплаты чтобы не превышали 800 все вместе ну так не но есть и 600 и плюс там оплаты ну короче бывает что 600 оплат еще 150 это уже ну так в общем цены такие разные но сильно дешево мало варианта очень и в основном если сильно дешево то это либо с хозяйкой с одной пенсионеркой неизвестно как она будет мозги выедать или нет либо что-то такое страшное убитая либо в том районе не очень хорошим там ну все почему-то я не знаю вечно но я прочитала что там один район считается не очень не буду называть но не знаю ну в общем но есть вам скажу честно что если за 800 и такое но никакое смотришь думаешь ну солдеп солдепом за 800 думаю да ты блин 500 и все потолок ну а я же вы решила есть койко место за 600 злотых в основном в основном вот хотят 500 600 есть комнатки такие за 500 злотых я видела объявление типа стран есть странные комнаты ну это назовем их странными допустим комната и так понимаю часть кухни и отделена деревянной стеной 550 злотых по моему там ну там крошечная комнатка типа ну что-то стена какая-то отделена от кухни то есть все будут на кухне шурхаться ты будешь слышать у тебя будет всегда стоять запах вонь ну жареного пареного и плюс никакой же конфиденциальности потому что ну всегда кто-то будет тебе за стенкой шкрябать на потому что это же кухня но в принципе как вариант если нету бабла то почему бы и не потерпеть а потом психануть и снять отдельную квартиру когда начал зарабатывать ну и шо еще есть странного а еще и были странная типа сдам комнату ну это все на польском типа за обучение английскому и за помощь с ребенком я отъела думаю ну не отъели ли вы учи ее главное английском еще и присматриваю за ее детям за то чтобы жить в той комнате так возьми себе служанку тогда и плати ей вообще в шок я думаю она не найдет никого это мне странно потом что-то еще странно потом парень какой-то ну понятно типа не никакого интима ищу студентку типа присылайте свои фото есть комната типа бесплатно потому что еще странно это такие странные объявления то есть не просто там комнату такое есть короче ну странно не странно это уже такое пенсионеры там искали ну чтоб там мы жили у них в общем за дешево и помогали там с какими-то вопросами типа где-то что-то в организации договориться в общем за помощь пенсионерам но это принципе ничего нормально там по моему и цена было что-то 300 злотых вроде ну наверно покрывает коммунальные расходы ну то есть но тоже это стрёмный вариант потому что согласитесь они будут ваш пенсионер задал больше ты же бесплатно живешь захотят там ну это все можно говорить ну ну и скорее всего дети ищут кого-то что кто-то жил бесплатно но опять же кто будет жить у человека же будет работа он же не будет короче там целыми днями сидит и нянчить а им тоже такое не это в общем есть очень много странных вариантов и на такие лучше не вестись потому что дешевая юж и рыбка гнилая юшка это уже я проверила на тех сосисках дешевые сосиски потом дорогие лекарства лучше бы я купила самые крутые сосиски за сколько я уже потратила 100 мы же никогда не считаем лекарства 170 и 102 200 300 гривен лучше бы за 300 гривен купила этих красной рыбы почти килограмм и нажралась ее вот так была бы довольна это еще раз подтверждают что никогда нельзя экономить также комната жилье никогда нельзя ну типа мой сэкономли там на 100 злотых дешевле а потом придешь и будут тебе мозги выедать я вообще я очень хочу чтобы я нашла в общежитии жилье потому что чтобы не было отдельная комната чтобы коридорная система мне устроит коридор ну естественно на замок закрывалась но чтобы коридоры на коридоре души туалеты кухня не это вполне устроит чтобы не боксами чтобы это две комнаты типа на и на бокс там кухня или душевая еще на бокс не хочу такого тока и коридорная еще и дешевле при том потому что это типа не сильно такие удобства а мне так понравилось познание тогда это ну только там у нас были правда душевые в ком в комнатах на две комнаты это было ужас это было что-то с чем-то вечно в том туалете кто-то сидит вечно кто-то моется сколько четыре на 6 человек это конечно был жестяк немножко так ну в общем я очень мечтаю найти такую общагу дай бог мне повезет ну а там будем смотреть уже как будет получаться ну так где-то 800 злотых надо по логике тратить что-то пришло ладно все всем пока до завтра